Всем привет! Сегодня мы приехали в Воронцовский парк. Правильно, покажем его территорию, интересные места как сверху, так и с земли. Воронцовский дворец находится в Алубке. Чтобы к нему попасть, нужно оставить машину рядом с магазином ПУД на площади Ленина и спуститься по лесенке после указателя к Воронцовскому дворцу. Сразу мы здесь выходим к Воронцовскому дворцу, просто есть еще там вот вход, но он относится чуть дальше, а здесь прям рядышком получается. Сам вход в парк бесплатный, платные у него только всякие комнаты вот эти, которые в самом Воронцовском дворце есть, а здесь бесплатно. Вот такие веточки тут растут. Юлька у нас знаток говорит, что это помпаская трава. На территории парка, рядом получается с кафешкой, около фонтанчика есть туалет, но он бесплатный. Здесь рядом с ним большое дерево магнолий. Сейчас мы заходим в Шуваловский проход, проезд, как его правильно называть, не знаю. Но вот здесь как раз-таки, кто сюда приезжает, все фотки вот отсюда. Получается, видимо, как в крепости сейчас такой ходит. Построен, кстати, он из материала диабаз. Домовывался он тоже в Крыму. Вот это все, это вот диабаз идет. Вот это, кстати, Шуваловский корпус получается, а вот здесь вот хозяйственный корпус. И с другой стороны тоже хозяйственный корпус, ну, который там, где туалет был. А там чуть дальше будет уже у нас сам Воронцовский дворец. Вход и парадная столовая. Так, я страдусь правой. Кто-то сюда приезжает для фотосессии на свадьбу. Еще свадьба одна. Вовремя попали. Ну да, вроде пятница. Ну да, не выходной день. Вот этот вход как раз идет во все комнаты вот эти, которые там посмотреть можно. Каждую комнату там по своим ценам. Видите, все отмечено полторы-полтора метра, чтобы стояли. Но тут меньше. Запускают по 10 человек. А вот и стоимость входных билетов. Сейчас вам покажем. И режим работы, кстати, очень важно, кто приезжает сюда зимой, весной, летом, осенью. Вот раньше какие постройки делали, да? Здесь поставлен памятник главному ботанику, садовнику Воронцовского парка, Карлу Антоновичу Кебуху. На территории есть урны, которые, кстати, убирают походу, потому что чисто и указательные. Также карта имеется на территории, где можно посмотреть все расположение. Бода холодная, русский сводит. Такие аллейки. Ну это Магнолюш? Она это, оказывается, нет. Лучше. Слышите шум? Сейчас Юль купаться пойдет. Да. Шучу. Не пойдет. Холодно. Похолодало в Крыму. Такие прикольные тропы тут идут. Везде между камней, между деревьев. Горы вам видны. Все затянуто. Вот на скала Потемкино. Вообще-то, да, на эту скалу охрана обычно запрещают. Не знаю. Если охранников нет, никто не гоняет. Моя уж не воспользовалась моментом. Отвлекли охрану и полезли. Вот здесь внизу похоронена собака Воронцовых. Чемлек, кличка у него была. Ориентируемся мы по карте. И так на самом деле здесь Больше троп Чем на самом деле И водопадики смотрите С один вам покажу Потом следим еще один Мы пришли не к водопадам А к залу фонтанов Там был один Вот второй Который я вам говорю Вот этот низенький Но мощный такой напор От него слышно Я говорю преимущество Крыма Да, осенью тоже очень интересно Во-первых, разнообразие красок И опять же таки Меньше народу, чем есть на самом деле То есть летом здесь Больше будет туристов Будет группа ходить Туристов прям большое количество А сейчас можно спокойно прогуляться Подышать свежим воздухом Где хотите Можно присесть на каждом камушке Рядом с каждым водопадом А летом, ну навряд ли это получится Если только не приехать рано с утра Пока что я снимал вам водопадики Юлька вот в таком красивом месте Сидится там каляк И трясует, не знаю Что тут делаешь? Ладно, пишу В Севастополь Мы собираемся Что мы будем снимать? А, так этот Фонтан Победы Лучше не поедем Поехали лучше не сапун в гору Да? Да А, не ладно Так ты же можешь стереть тряпочкой Что-то черкаешь Да забывай Ну конечно Не каждый день Таким блокнотом пользуешься Знаешь Ну теперь-то конечно Уже каждый день Надо подождать немного Ну да, сейчас подсохнет А то будет Это Размазываться Я так думаю Что туда Мы еще не дошли До них Но мне кажется Направо Но я не уверена Мы бы пошли туда Люди у нас узнают Куда идти Хотя мы сами не знаем Потому что мы были Один раз здесь Но мы были вообще Там С краю Сюда мы дальше Даже не ходили Так, что я пишу Закон гора Закон Вообще Рекомендую На самом деле Этот блокнот Людям, которые путешествуют Потому что Можно легко Стереть Где вы там уже побывали И написать Какие-то Новые места А не Заводить По несколько блокнотов Вот И какой цвет Он как раз Такой весенний Вот Такой весенний Оранжевый Осенний Подходит Под листики На самом деле У них много разных цветов Ссылку я оставлю В описании Где мы брали Этот блокнот Смотрите Что нашли Пока Шли Дуб Пробковый Ну да Прошел бы И не подумал Что это за Дерево Сказал бы Дуб Вроде похож А по листьям Нет И сидели Погадали Вот Не платана А я думал Что за деревья Нет Нет Полотан Скамеечки Есть Чтоб Посидеть Отдохнуть Мы Приблизились К озерам Вон там Даже Какие-то Струйки У Лебеди Отдохнуть Отдохнуть Вон там Какая красота Какая красота Какая красота Какая красота Что Настоем Что У меня Зар Чтоб И Ну ты хулиган, ты хулиган? Ну не больно, не успел, Тепан, не знаю, если бы успел, может и больно было бы, конечно, но прикольно О, там дроник будет Субтитры добавил DimaTorzok О, веселух, конечно, радуемся так видеть, прикольно, что не каждый день такого видишь Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Пойдем-ка еще посмотрим, что тут за деревья стоят тоже за забором, интересно Добавил DimaTorzok 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 не знаю слышно вам было или нет этот шум крыльев я даже испугался не понял то что птица летит есть еще прогулочный электрокар по парку стоит 500 рублей а трансфер например отсюда и до выхода будет стоить 100 рублей прогулочка 500 в принципе кто на ту же самую свадьбу до взяли сели целую толпу и прокатились по парку так прикольно было интересно еще раз а мы может быть ядом вполне возможно правильность мы сейчас на каштановую поляну вот на каштановая поляна там было и здесь есть еще каштанчики здесь есть пляж называется он детский по крайне мере на карте так написано но как по факту я не знаю можно ли там купаться мы тут никогда не были и вход ли платный летом надо бы узнать вообще там навесы вот есть на пляже я думаю можно здесь наверно все-таки купаться но он будет небольшой а внизу там вот такие как гостевые домики что ли не знаю кафешка может какая-то такой крыши тык-тык-тык здесь написано купальник графа воронцова на карте отмечен тоже детский пляж может где-то в другом месте детский пляж если кто знает напишите нам комментарий внизу море кожи штормит смотрел то что уже 15 градусов температура воды но ничего может впереди еще будет тепло но забежать чисто окунуться я думаю можно а потом когда там 19 января откроем опять в крещении но купаться потом мы не будем будем купаться начинать как обычно в мае не считается и закрытием тогда это как раньше мы ездили только отдохнуть искупаться ждешь целый год эти две недели и пролетают они вот так по щелчку сейчас хорошо когда захотел поехал искупался ну да ну ничего море не так часто видишь видишь ты его часто приходишь к нему не час покажем вам сам дворец с лицевой его страны со стороны моря да мороси и и и и и и и Такая прогулочка у нас выходного дня получилась по Воронцовскому парку, так что подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии и до новых встреч, пока!